Телеканал Зоу-ТВ совместно с Международным фондом защиты животных Айфо представляет Сайгаки. Ускользающая красота Пока ледниковый период не сковал нашу планету холодом, антилопы Сайгаки обитали на территориях от современной Англии до Аляски, доходя до самых северных краев. После схода ледника талые воды затопили тундра степи, и многие виды животных так и не нашли подходящее место для жизни на планете. Но великие кочевники Сайгаки перебрались в степи и полупустыни, и с тех пор бродят там вдоль своих вековых троп. Вы представьте себе, полтора миллиона примерно доходило, да? Это иногда вот они идут, вот переходы, они никогда не стоят на одном месте, они всю жизнь по кольцу где-то ходят, ходят. Вот иногда два-три дня идут в стада. Вот один стадо прошло, а стада такие тысячи полторы, две-три. Идут, 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 лишь пришли с другой стороны, вот все в движении. Ученые утверждают, что Сайгак употребляет около 60 видов трав в пищу. Из них 7 видов ядовитых, которые домашние животные не употребляют. Так что Сайгак не является конкурентом в пищевой иерархии для домашнего скота. Тем более, что сейчас на территории заказника убавилось количество чабанских точек. Было 60, осталось 25. Так что степь отдохнувшая, хорошая и большие запасы корма для Сайгака. Мы видим здесь следы объединенного куста вот с Сайгаками. Это территория родильного дома, скопления в период рождения Сайгачат. Образуют Сайгаки, мы их называем родильный дом. Вот на этой территории мы сейчас и находимся. И те тропинки, которые Сайгаки проделывают, они проделывают их, идя на водопой. Они берегут территорию, берегут пастбище, ходят упорядоченные. Пример для людей. Кочевой образ жизни, сложный степной климат требует от любого вида выносливости и стойкости. С первого взгляда Сайгак на своих тонких ногах со странным несоразмерным носом кажется хрупким и уязвимым. Верится ли, что он обошел в эволюции куда более сильных зверей? Интереснейшее животное со своими привычками. Все-таки выжить в таких условиях тяжело. Тем не менее, Сайгак выживает. Благодаря двум своим качествам скорость до 80 километров. Не все хищники могут его догнать. И не все специалисты на машинах, на мотоциклах могут догнать. И вторая особенность – это очень высокая репродуктивность. Самочка первого года рождения. Она рожает одного сайгачонка. Самочка второго, третьего года. Только два и больше. По всей степи он сейчас редкий, разбросанный Сайгак. Основная группировка по информации инспекторов Министерства природных ресурсов в Калмыкии находится на территории заказника в Калмыкии, Меклита. Там есть пресная вода, и сайгак группировался там. Тем более, начинается жара. Сайгак ищет прохладное место и сочную траву. Во время жары выгорает степь, трава становится грубая. И сайгак ищет, где нежная трава для сайгачат. Он два месяца период лактации. То есть сосет молоко матери сайгачонок. А в августе он должен уже кушать траву. Ноги и нос помогли сайгаку пронестись сквозь века до наших дней. Уходя от опасности, например, от стаи волков, антилопа набирает скорость до 80 км в час. И медленному хищнику поймать ее нелегко. Во время такого стремительного бега по степи сайгак поднимает клубы пыли, а зимой облака снега. Дышать в этом экстремальном забеге ему помогает нос, похожий на хобот, который работает как фильтр, очищает воздух от пыли и прогревает его в мороз. Да, это очень удивительно, конечно, своеобразно, уникальный орган, орган дыхания, который вызывает, наверное, очень много споров. Вот именно ее своеобразие, ее функции, его именно фильтр такой биологический. Ведь, согласитесь, в стадии, когда мы с вами сказали, когда мигрируют, развивают скорость до 70-80 км, только первые ряды, они вздыхают воздух, скажем, чистый. А ведь те ряды, шеремки, которые вздыхают пыль, вдыхают, вернее, пыль. Но тем не менее, природа настолько за этот многовековой, наверное, период жизни отшлифовала, усовершенствовала систему, респираторную систему и систему фильтрации. Кроме сайгаков, в степи со временем пришли и другие кочевники – люди. Древние айраты, предки калмыков, сразу признали сайгака своим священным животным и решили жить с ним в мире. В 17 веке на своем совете айраты приняли закон о создании зоны покоя для антилоп, где запрещалось охотиться и пасти скот. Нарушитель, потревоживший сайгаков, лишался одного верблюда и девяти коров и к тому же навлекал на себя гнев божества – белого старца. цаган Авва, дух и хранитель Великой степи, по преданию взял сайгака под свое покровительство и запретил людям убивать его. Только в случае голода и угрозы гибели кого-то из членов своей семьи, кочевник мог поднять руку на священное животное белого старца. Человек тогда еще был в союзе с природой и верил в карму степей. Сайгаки из года в год ходили своими тропами и привыкали к новым степным соседям, пока те постепенно не заняли всю землю. Как могут приспособиться? Я думаю, практически не могут приспособиться, например, к движению автотранспорта, да, какой ни был там, ну, допустим, даже тот же, та же машина идет с инспекторами, да, того же заповедника или заказника, либо сотрудника отряда нашего Министерства природных ресурсов. Для цаган Авва это все равно стресс. Кто там в погоне сидит, кто там в полицейский сидит, который его же за это охраняет, деньги получает. Нет, это все-таки стрессирующий фактор для этого животного. В советское время степные территории решили использовать подхозяйственные угодья. Но поля и пастбища быстро истощили землю, и богатая когда-то степь стала превращаться в пустыню. Сайгаки огромными стадами шли по родным местам в поисках пищи, но везде встречали лишь новые опасности. Если раньше их естественными врагами были только волки, которые сопровождали миграцию стад, то теперь им стоило бояться людей с ружьями, собак, машин, асфальтовых дорог, оросительных каналов, металлических заграждений и проводов. Вы знаете, вот говорят, что сайгаку очень мешает животноводство наше, да? Но это неправда. Вот здесь у нас были, знаешь, с Северного Кавказа отгонные пастбища, на зиму пригоняли, с Таврополя, Калмыкия и Волгоградской области. Все атары здесь существовали. Вот было так, вот, например, как до вышки пасутся овцы, тут сайгаки пасутся, и они вот, вопреки всем доказательствам, ни степь не выбивают, они питаются определенной травой. У них определенная кормовая база, которая, может, и не нужна ни овцам, ни крупному рогатому скоту. И они себя так привольно чувствовали здесь, прекрасно. Во время войны все калмыкии указом Сталина были депортированы в Сибирь. Поэтому в 50-е и послевоенные годы степи пустовали. Именно тогда красавцы-сайгаки почувствовали себя так привольно, что стада золотых антилоп за считанные годы разрослись до миллиона голов. Но ненадолго. Вскоре советское правительство разрешило промысловый отстрел сайгака. Насколько мне известно, их очень часто убивают сталью, беду, 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 ради их врагов. Мясо. Мясо, да. Которые, как мне известно, такими же древними свойствами обладают и врага дорад. Мы их отстреливали, специальные машины оборудованные были, из-под цвета фар. Такая была охота. А вот потом, после, когда я уже егерем работал, я почти здесь не бывал, пробовали их отлавливать, как северных оленей, кораллы. Кораль, или как он правильно, кораль, по-моему. Вот. Такие сетчатые загоны, их загоняли туда, но это варварский способ. Это хуже, чем стрельба. Намного. Почему? Потому что они, когда загоняют их вот и мотоциклами туда, там давятся, ломаются все там вообще очень. Лучше уж отстрел. Вы знаете, я вам скажу, по тем временам, где-то копеек 65-70 был килограмм мяса практически у нас, вот в регионе, в любом мясном магазине. Ну, во время сезона, конечно, не круглый год. Вот. Рога заготавливали, но я даже не знаю, вот мы пытались узнать, куда их отправляли, даже не знаю. Знаю, что их складывали с остатками черепа, присаливали, ящики специальные и куда-то отправляли. Очень хорошая шкура идет на хром. Вот эти куртки шили всевозможные. Это самый лучший хром, это сагачья шкура. Самая лучшая. Вот. И мясо. Мясо тоже непревзойденное по вкусу. В годы разрешенного промысла реликтовую антилопу ели во всем Советском Союзе. А в вечерних новостях докладывали о том, что охотники успешно забивают 150-200 тысяч сайгаков в год. Только когда активный промысел стал угрожать популяции, правительство ввело полный запрет на охоту. Но с тех пор продолжается нелегальная охота. И от миллионных стат сегодня остались жалкие десятки тысяч, разбросанные по степям. Мы не один год уже, который год мы выполняем работу, проект по мониторингу сайгака. Одно даже, это совместно с нашими коллегами из Империал-колиза в Великобритании. Приезжают сюда магистры, даже выполнена докторская работа. Они помогли нам здесь провести. Задача, которая была определить осведомленность жителей, влияние мнения жителей на... И вообще жители могут ли каким-то образом повлиять на судьбу сайгака. И именно в той части республики, где они обитают. Это у нас Яшкольский район, Черноземельский район, Юстинский район. То есть ареал обитания, где они не по фотографии, но на его видят. Многие очень выраждают такое мнение, что они 20-15 лет назад были обыденными гостями. Их животноводческая стоянка, фермерская хозяйство. Даже порой около поселка проходили, там в жаркую погоду воду попить из того же колодца, водоема. Но, к сожалению, на сегодня, конечно, вот такого картины уже не наблюдать. Сайгаки, конечно, совершенно невероятные, со своим этим смешным носом. И когда они бегут, вот, конечно, они стелятся над степью. Это тоже такое ощущение... Вот просто когда степь без сайгака, такое ощущение, что она пуста, да, вот чего-то не хватает. И не дай бог мы потеряем сайгаков, потому что тогда уже никогда этого не вернуть, вот этого ощущения живой степи населенной. Потому что когда сайгаки, то тогда и хищных птиц много, это совсем-совсем другое дело. А так это будет пустая квартира без жильцов. Степь без сайгака, как свадьба без невесты, говорят калмыки. А еще поговаривают, что гневается белый старец, потому что за несколько десятков лет его любимца сайгака практически истребили. Еще немного и осиротеет степь. Субтитры создавал DimaTorzok И сайгак ищет, где нежная трава для сайгачат. Он два месяца период лактации, то есть сосет молоко матери сайгачонок, а в авустье он должен уже кушать траву. Ноги и нос помогли сайгаку пронестись сквозь века до наших дней. Уходя от опасности, например, от стаи волков, антилопа набирает скорость до 80 км в час, и медленному хищнику поймать ее нелегко. Во время такого стремительного бега по степи сайгак поднимает клубы пыли, а зимой – облака снега. Дышать в этом экстремальном забеге ему помогает нос, похожий на хобот, который работает как фильтр, очищает воздух от пыли и прогревает его в мороз. Да, это очень удивительно, конечно, своеобразный, уникальный орган, орган дыхания, который вызывает, наверное, очень много споров, вот именно ее своеобразие, ее функция, и вот именно фильтр такой биологический. Ведь, согласитесь, в стадии, когда мы с вами сказали, когда мигрируют, развивают скорость до 70-80 км, только первые ряды они вздыхают воздух, скажем, чистый. Телеканал ЗОО-ТВ совместно с Международным фондом защиты животных Айфо представляет. Сайгаки. Ускользающая красота Пока ледниковый период не сковал нашу планету холодом, антилопы Сайгаки обитали на территориях от современной Англии до Аляски, доходя до самых северных краев. После схода ледника талые воды затопили тундра степи, и многие виды животных так и не нашли подходящее место для жизни на планете. Но великие кочевники Сайгаки перебрались в степи и полупустыни, и с тех пор бродят там вдоль своих вековых троп. Вы представьте себе, полтора миллиона примерно доходило, да? Это иногда вот они идут, вот переходы, они никогда не стоят на одном месте, они всю жизнь по кольцу где-то ходят, ходят. Вот иногда два-три дня идут стада. Вот один стадо прошло, а стада такие тысячи полторы, две-три. Идут, 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 лишь пришли с другой стороны, вот все в движении. Ученые утверждают, что Сайгак употребляет около 60 видов трав в пищу. Из них 7 видов ядовитых, которые домашние животные не употребляют. Так что Сайгак не является конкурентом в пищевой иерархии для домашнего скота. Тем более, что сейчас на территории заказника убавилось количество чабанских точек. Было 60, осталось 25. Так что степь отдохнувшая, хорошая и большие запасы корма для Сайгака. Мы видим здесь следы объединенного куста вот с Сайгаками. Это территория родильного дома, скопления в период рождения Сайгачат. Образуют Сайгаки, мы их называем родильный дом. Вот на этой территории мы сейчас и находимся. И те тропинки, которые Сайгаки проделывают, они проделывают их, идя на водопой. Они берегут территорию, берегут пастбище, ходят упорядоченные. Пример для людей. Кочевой образ жизни, сложный степной климат требуют от любого вида выносливости и стойкости. С первого взгляда Сайгаки... А ведь те ряды, которые сзади, у них, конечно, они глотают пыль, вдыхают, вернее, пыль. Но тем не менее, природа настолько за этот многовековой, наверное, период жизни отшлифовала, усовершенствовала систему, респираторную систему и систему фильтрации. Кроме Сайгаков, в степи со временем пришли и другие кочевники – люди. Древние айраты, предки калмыков, сразу признали Сайгака своим священным животным и решили жить с ним в мире. В 17 веке на своем совете айраты приняли закон о создании зоны покоя для антилоп, где запрещалось охотиться и пасти скот. Нарушитель, потревоживший Сайгаков, лишался одного верблюда и девяти коров и, к тому же, навлекал на себя гнев божества – белого старца. Цаган Авва, дух и хранитель вельгак на своих тонких ногах, со странным несоразмерным носом кажется хрупким и уязвимым. Верится ли, что он обошел в эволюции куда более сильных зверей? Интереснейшее животное, со своими привычками. Все-таки выжить в таких условиях тяжело. Тем не менее, Сайгак выживает. Благодаря двум своим качествам – скорость до 80 километров, не все хищники могут его догнать, и не все специалисты на машинах, на мотоциклах могут догнать. И вторая особенность – это очень высокая репродуктивность. Самочка первого года рождения. Она рожает одного сайгачонка. Самочка второго, третьего года. Только два и больше. По всей степи он сейчас редкий, разбросанный Сайгак. Основная группировка, по информации инспекторов Министерства природных ресурсов в Калмыкии, находится на территории заказника в Калмыкии – Меклита. Там есть пресная вода, и Сайгак группировался там. Тем более, начинается жара. Сайгак ищет прохладное место и сочную траву. Во время жары выгорает степь, трава становится грубая.